28 сентября 2023 год сестричка с днём рождения по поводу вчерашних баталий почему я не говорю украинский я не выучил украинский язык я в Вильнюс пилкуюсь украинскую мову and I can speak English too just a little bit для меня это не очень удобно понимаете для меня ридно моя молодца российская так уже осталось разумеете теперь по поводу почему язык это лишь часть культуры а не вся культура даже странно какие-то вещи элементарно объяснять ну хорошо для людей которые будем говорить там не буду никаких эпитетов да понятно 8 миллиардов миллиарды людей умнее тебя миллиарды людей тупее меня будем разговаривать как я стараюсь донести понятную по моему очевидную мысль смотрите культура это одну будем говорить вот допустим такое экстраполяцию провожу то есть человека формируют то что он ест я думаю с этим тезисом согласится каждый да то есть здесь жирную пищу тебя разнесет там будешь есть сладкую ты там диабет подхватишь там здоровую пищу там какую-то овощи эти поганые будешь худой стройный и струмкейт если там начнешь рыбу жрать без ничего больше так будешь жить как японцы там по сто лет с этим я думаю все согласятся вот как бы я параллель провожу человека формирует еда человека формирует еда это как культура культуру формируют вот точно что человек в обществе потребляет общественной жизни да то есть у нас тут культура там украинская я не знаю вечи майданы да это вот определенный вид еды там допустим мясо или сало вот это именно наши вечи майданы ведь манчина то что мы выбираем это то что мы едим украинцы да как японцы там рыбу едят и это формирует их у них там свою там императору там я не знаю еще там что-то такое дак или там китайцы будем брать то есть каждого формирует а что такое язык язык это то что это как ложка во время еды то есть понятно что украинцу легче там поедая сало пользоваться ножом там вилкой понимаешь а китайцы удобнее палочками там свои конечно понятно что есть украинскую пищу удобнее украинскими инструментами на украинской мове спелкуваты сяков это потребляешь украинскую культуру но в принципе если ты будешь китайскими палочками тоже самое делать на русском языке осваивать украинскую культуру вечи майданы ведь манчина но ты все равно получишь себе эти калории эти именно определенный набор этих микроэлементов все равно тебя формирует пища среда в которой ты живешь а не то понятно что неудобно этими палочками все оно что-то мимо проваливается если я пытаюсь доносить это на чужом языке вот хороший пример да то есть я на чужом языке пытаюсь если я буду есть я привык пользоваться блин условно говоря китайскими палочками или там ложкой дадут мне китайские палочки а половину этого не съем то есть сейчас мне пытаться всучить украинскую мову или английский язык да конечно я как-то себе в рот это запихаю и а если не дай бог мне еще придется кому-то что-то объяснять на украинском языке или на английском то это будет все равно что кого-то этими палочками накормить попытаться ему глаза повыкалывает то есть понимаете но ребята еще раз обращаю ваше внимание формирует человека именно среда именно культура вот то что у нас там где два украинца там три гетьмана это украинская культура а в россиян без царя в голове это безумный человек наши языки очень похожи мова там но это все славянский это даже не такая разница между английским но это принципиальная разница в отношении к жизни понимаете живут татары там в россии они говорят на своем татарском языке допустим но они все равно русская культура потому что они едят эту же пищу поклонение начальству поклонение царю а у нас бурят бы тот же самый родился в украине вырос был на своем бурятском разговаривал он бы вырос украинцем по понятиям по отношению к жизни потому что он поезд эту пищу гетьманщину майданы понимаете тебя мне пишет одна тебя сформировала ты говоришь по-русски тебя сформировала русская литература там то есть русская культура тебя сформировала хрен тебе на всю блин извиняюсь меня меня сформировал мишель монтэнон понимаете француз такой философ был подростковом возрасте там в детстве фактически прочитал вот отношение к жизни чтобы по моему гораздо важнее отношение к смерти там боясь смерти там он меня избавил от нее мишель монтэнон я его читал по-русски но это были не мысли россиянина понимаете то есть я ложка важна конечно конечно эти палочки там тоже какие-то мысли я пропустил если бы я читал в французе почему я выучил английский потому что тома шарпа черный юмор его я хотел именно понять полностью потому что невозможно на украинском или на русском языке вот этими инструментами невозможно потреблять эту пищу ты не можешь есть суп китайскими палочками поэтому тебе приходится выучить английский для того чтобы читать тома шарпа в подлинке и понимать его досконально но это когда касается речь черного юмора там какие-то такие просто донесения информации но конечно имеет значение имеет значение да что я ем допустим ложкой и вилкой потребляю пищу свою она там лучше усваивается не просыпается ничего не выпадает там я между нужно одну какую-то порцию сесть из нее что-то выпало допустим да если бы я ел не ложкой а китайскими палочками или как там лопат из блинов да то есть с лопаты блины там поймешь это когда тогда у тебя конечно тоже формируется за счет этого инструмента у тебя формируется определенный взгляд на мир кого эти лопаты часто по рожу дают у тебя как бы там устойчивость стрессоустойчивость к жизненным блин испытаниям возникает и плоская рожа но тем не менее там блины здесь стало понимаете не получится из украинца хоть он по-татарски здесь говорит в украине крымские татары кстати бы только сейчас подумал понятен вам механизм язык это ложка который ты в себя пихаешь культуру то есть ты украинскую культуру может гораздо важнее то что перед тобой на столе лежит в какой-то среде живешь что ты потребляешь гораздо важнее конечно правильнее было бы я за то чтобы через поколение прабабушка бабушка со мной говорили по украински но в силу обстоятельств да не от меня которые зависели для меня с детства родным язык стал русский язык я думаю еще через пару поколений блин здесь будут украинские потому что да правильно потреблять украинскую культуру выделку ли они блин лопатой с которой блины сняли но это будет через время это не так важно важно чтобы здесь была украинская культура чтобы не было здесь не приперли сейчас россияне ну и сейчас четырнадцатого года вот там под луганском да когда я воевал блин нафиг это россияне пруть сюда свои блин нафиг вот эти блины на лопате в этом случае гораздо страшнее для украине эти блины эти понятия эти блин то чем они пытаются нас кормить а не то что они это на лопате на русском языке несут я не знаю донес или не донес длинно говорю но вроде уже не так эмоционально как вчера язык это инструмент которым ты потребляешь пищу пища важна и государство должно заниматься тем чтобы сохранять вот именно эту ложечку нашу украинскую там вилочку выделочку наша понимаете этого она для некоторых для некоторой пищи она только эта ложка приспособлен ты другой и не съешь да как я говорю как ты не сможешь борщ есть китайскими палочками тебе нужен для этого спунт да по английски и россиянин мне пишет не при на российскую культуру вот мы там не агрессивные мы там вот я вырос я хожу по москве ежу на велосипеде по москве у нас тут никто воевать не хочет так это как раз важно ваша российская культура вне зависимости от того на каком языке вы ее потребляете она позволяет вам толерантно совершенно спокойно относиться к какой-то пляшевое чмо блин гонят вас сотнями тысяч убивать сюда остальные такие как ты там на велосипеде в москве сидит и спокойно такой а я тут ни при чем мы тут ни при чем формирование культуры это то что ты потребляешь мишеля монтэня читать я не знаю тома шарпа оскара уальда ой боже мой там господи у меня стругацкие любимые ну это опять же братья стругацкие я я не могу их назвать русскими писателями потому как они евреи в конце концов да и это культуру не русскую я их когда читаю потребляю это именно отношение к жизни философских именно евреев конкретных евреев будем уточнять братья стругацкие понятно да а россияне сидят там сейчас миллионами яшу ну вот так да там бандеровцы там кто-то в это верит что не верит а просто сидит ему я не представляю так чтобы сейчас у нас собрали там 100 тысяч человек 200 300 тысяч украинцев и поперли я не знаю на россию воевать блин для того чтобы учить их украинскому языку или там я не знаю куда мы еще можем победить в турцию кто там у нас соседи молдову чему-то учить там да как старшие братья да тут бы такой кипиш в украине был нафиг посносили бы нахрен всех этих блин правителей гетьманова ладно задян мужа